Хочу с вами поделиться одной темой, которая важна для меня. Вообще одна из самых важных тем. Вообще у каждого проповедующего есть некие темы сквозные такие. Понимаете, вот брат Виктор Кощавцы, он тоже у него вел общину, он был пастырем. Вот у него сквозная тема – любовь Божья. Вот с ним что не говоришь, он о любви Божьей, о том, он призывает, учит. Вот мы на мужском служении, принимать Божью любовь. Очевидно, есть и у пастора Василия. Есть у Василия какая-то сквозная тема, или ты по-разному? Не отвечает. Значит, у него по-разному. Но я просто замечал, за собой я замечаю, что есть некая сквозная тема. Моя сквозная тема, которая мне легче всего дается, это когда я говорю об успехе Божьего народа. В библейском смысле об успехе. Потому что вот это слово «успех», оно немножко исковеркано, понимаете, современными христианскими течениями, когда успех воспринимается только как успех внешний, жизненный такой, машина, квартира, успешная семья, детки послушные, все такое. Ты крутой, у тебя все получилось. На самом деле Божий успех, но он другой. Есть даже, вот я для себя формулу даже вывел, скажем так, Божьего успеха. Мы успешны, если мы выполняем созданное предназначение для нас Господа, это искать лица Его, искать Бога. Вы помните, да? Деяние 17, 26. Он нас создал для этого, искать Его, познавать Его, преобразовываться в Его образ и делать Его дела. Вот как бы вот эта вот триединая такая задача, вот если мы поймем это, запомним, да, то есть, и мы понимаем, что вот, вот, вот. Если мы в каждом деле, вот мы смотрим, и на основании слова мы движемся, да, мы приходим к Богу такие, какие мы есть, но это не значит, что мы должны быть все время такие, какие мы были. Каждый раз обновление, обновление, и больше вот такого Божьего успеха. Больше знаешь Бога, да? Больше похож на Него своим характером. И делаешь больше добрых дел не потому, что ты должен, а потому, что они льются, потому что из твоего сердца исходят, текут реки воды живой, да? И они, как не только в слове, но они и в деле тоже. Вот настоящий Божий святой. А все остальное, Писание говорит, оно что? Оно прилагается. Если мы это делаем, все остальное, да мы, машины и так далее, со временем и по мере того, как мы успешно работаем, потому что это тоже одна из граней, вот, или неправильно, многие люди неправильно понимают, вот я сегодня, ну, именно вот, вот эта вот сторона, знаете, вот, скажем так, успех материальной жизни, да? Вот, я попытаюсь порассуждать, может быть, Господь, если даст, как бы, еще время проповедовать, да? Вот, значит, я буду готовить вот эту вот тему, да, о том, вот, что значит иметь успех в материальной жизни, как Бог видит вот это вот, понимаете? Это такая непростая тема, но она важная тема. Многие люди путают, переплетают, знаете, одно с другим как-то, и, а не получается. А у Бога есть ответы на это. У Бога, друзья, на все есть ответы, понимаете? Потому что, почему? Он создал человека, он знает нас. Он не против того, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было, понимаете? И вот, смотрите, иногда, проходя с людьми, будучи молитвенным партнером, да, понимая, вот, что люди попали в тяжелую ситуацию, я вам рассказывал, да, у меня как бы постоянно, вот, есть люди, с которыми я это прохожу, я понимаю, что есть нечто, вот, из-за чего люди вот в этом оказались. Я понимаю, что, что прежде всего людям не хватает мудрости, понимаете, тут Божьей мудрости для того, чтобы строить свою жизнь, чтобы не попадать в горе, да, вот, а уже если попал, чтобы выходить из него правильными, правильными методами. И сегодняшняя тема, она у меня называется «Жить в Божьей мудрости», да, вот, друзья, понятно, что, прошу заранее, ну, как этот, из фильмов этого «Дикого Запада», да, не стреляйте в топера, он играет как может. То есть я, понимаете, эта тема, эта тема, понимаете, она настолько многогранная, да, она настолько глубокая, что то, что я буду говорить, оно просто даст некий срез, понимаете, вот нечто даст, это то, что мне открыто, да, вот, но это не значит, что я все Писание о Божьей мудрости вам раз здесь и рассказываю. Я надеюсь, что это заинтересует вас, я надеюсь, что вы захотите, ну, иметь настоящий Божий успех во всех сферах своей жизни, да, вы заинтересуетесь и будете вникать, ну, я направление, может быть, дам вот в этом плане, да, ну, и поговорю, может быть, о некоторых, если будет время, о некоторых, такие, знаете, нюансах в нашем мышлении, которые не позволяют Божьему успеху проявиться в нашей жизни. Еще раз говорю, Божий успех – это многогранное все, понимаете, это и духовная часть, это и душевная часть, это и материальная часть нашей жизни, потому что, ну, мы же знаем, что за все отвечает серебро, и как бы хочется иметь этого серебра побольше. И я, поверьте, я ничем от вас тоже не отличаюсь, как бы не говорю, что я там совсем уже. Неплохо, почему? Потому что если мы будем иметь это серебро, мы будем богаты на что? На всякое доброе дело. И нам будет, и окружающим тоже достанется. Вот это все, что вот у нас, понимаете, это же все на вот это вот, на то, что люди заработали, да, и потом вложили в это здание. Это не, друзья, это далеко не мы. Это люди по всему миру, тем, которым близка наша община, и мы в том числе, те, кто понимают, что такое десятины, приношения, да, дары Господу, вот мы вкладываем это все, и вот это оно все реализуется, оно ниоткуда не берется. Вот оно тоже, поэтому Божий успех, Божьего народа, я вкладываю это понимание, чтобы мы были материально успешны, чтобы нам было, условно говоря, за счет чего-то жить. Нам надо платить за электричество, оно такое дорогое. Надо за газ платить, у нас есть и газовый, это все такое дорогое. Мы сейчас покупаем дизель, пока мы его покупаем, вот этот дизель-генератор большой, друзья, он больше, чем в два раза подорожал. Ну, мы, слава Богу, заплатили там заранее, да, то есть вскочили, когда он еще был. Сейчас он в два раза, он стоит огромные деньги, просто многие сотни тысяч гривен. И кто-то же их дал, это Божий народ дал, друзья, Божий народ. Значит, кто-то имеет успех, а почему бы и нам? Нет, да? Итак, мудрость. Вы смотрите, ну, сначала разберемся с дефинициями. Есть такое, кто изучал философию, знает. Дефиниции такие первичные понятия. В украинской википедии, я трохи зачитаю на украинской мове, вот, с украинской википедии. Хотел на русском языке почитать определение мудрости, чуть это не сломал этот аппарат. Значит, честно говорю, вот, нет, я не понял, о чем они. Ну, это вообще, кстати, это вообще, кстати, когда говорят о мудрости, понимаете, вот многие городят свое. Вот, ну, я попытался, ну, и, может быть, у меня просто чего-то не хватило, но я не понял. Вот украинской почитал, более-менее понятно. В украинской википедии мудрець разглядается как рассудливое и грамотное использование знания, интеллекту. Это великий, глубокий розум, что опирается на житейный опыт, способность найти решение разных проблем, в том числе, житейный, опирающаясь на свой и чужой опыт. Что мы здесь видим? Что есть ум, значит, человеческий, есть знание, есть опыт и свой, и другой, и есть способность сделать правильные выводы для того, ну, чтобы тебе было хорошо. Правильные, правильные выводы. Но что здесь, вот, вроде бы, все здесь так, ну, таки, как вот, казалось, одна людина, таки, трошечки не так. Вот, здесь, понимаете, мы же понимаем, мы видим, что здесь только человек. То есть, получается, что человек, он в самом себе, ищет и знания, да, и вот эту вот, и способности, и досвид, там, и так далее. Вот. Вы знаете, я, как, может быть, и некоторые, я когда-то пытался, вот, изучать, вот, вот эту мудрость. Мне как что-то, как-то, лет в 17-18, мне что-то включилось, да, и я начал читать книги, там, мудрость, там, или золотые россыпи, и там все вот эти вот люди, они все это говорят, да, такие мудрости говорят, и я там все себе записывал, там, ну, о чем молодые люди могут, там, о любви, о дружбе, о смысле жизни, да, там, вот, ну, о таких базовых вещах. Ну, в какой-то момент я понял, что я там ничего не найду, вот, понимаете, вот смотришь, об одном и том же, люди говорят, вот, и говорят, в целом-то, в общем-то, по-разному говорят. Вот я думаю, как вот это вот, ну, они же такие, этот, ну, умница вообще, писатель, а этот философ, а этот еще там кто-то, понимаете, там, великий политик, и они вот это, один вопрос рассматривают все по-разному. Я бросил это. Понимаете, почему? Потому что в человеке, вот если чисто вот по-человечески, да, вот, то есть, а там же были мирские все, эти золотые россыпи, там были мирские, там религиозного было ноль, то есть, там никаких религиозных мыслителей, философов и так далее. Я там так и не нашел. Тетрадочка у меня до сих пор хранится, если честно. Вот, это много-много лет назад, да, вот, но была у меня, была у меня такая попытка. Вот она была вот такая, вот на этом основана. Пытался в человеке найти ответы на глубочайшие вопросы смысла жизни, да, вот, любви, дружбы там, и так далее, успеха. Ну, не получилось. Может, у кого-то получалось, но у меня, у меня не получилось. Почему? Потому что здесь опора на человека, на его ограниченный ум, на его ограниченное знание и на его ограниченный опыт. Буквально на днях разговаривал с одним человеком, уже верующим, вот, на одну очень важную тему, библейскую, и он все время, вот, говорит, говорит, ну, я же говорю, это же твой опыт. А если посмотреть на Писание, что оно говорит? Понимаете? Вот, то есть, он правильно говорил, он говорил про свой опыт. Друзья, но мы всегда должны понимать, что наш опыт, он ограничен. Всегда это, если мы это поймем, мы не будем говорить, а я так считаю. А почему так считаешь? Ну, вот, я так считаю, я так научен, там, или еще там, я вот принял, вот, там, 50 лет, друзья, друзья, когда мы приходим к Богу, первое, что мы должны сделать, первое, снять с себя корону, положить, погоны, которые там себе нарисовал, положить, да, вот, ну, в одежде чистенькой, прийти к Богу и сказать, Боже, я вот ходил до этого дня, я пытался, вот, как я тогда вот искал, да, я пытался найти твою мудрость, но у меня не получилось, теперь ты меня научи, я пришел к Богу после 40 лет, понимаете, и, вот, первое, что я сделал, именно, я понял вот это, надо снять, я был в больших чинах, руководил многими людьми, сотнями, там, тысячами иногда, вот, но я понял, это все, оно ничего не стоит, ой, почему, почему оно ничего не стоит, потому что, да, водички дайте, почему оно ничего не стоит, да, потому что это, это был мой ограниченный, мой ограниченный опыт, спасибо. Еврейское мышление, в созвездии слов, относящихся к мудрости, к мудрости, обычно относят еврейские слова, хокма, слышали хокма, да, это мудрость, тоже одна из сторон мудрости, одно из слов, обозначающих мудрость, бина и даат, они включают в себя, тоже включают в себя, те же знания, те же умения создавать на основе этих знаний, новые знания, то есть размышлять, да, и способность принимать правильные решения, опираясь на мудрость Божию, которая дана в Писании. То же самое, но мудрость Божия, да, включается мудрость Божия. Еврейское мышление, оно неизменно связано с мудростью Божией, которая дано, которая дано в Писании. И знаете, ну, я взял за основу, я взял не, даже, даже не иврит, вот в понимании, что, что есть мудрость, ну, чтобы вот мы запомнили, да, потому что реально, если вы войдете в литературу, которая описывает мудрость, легко запутаться, там, начинаешь думать, вот, и понимаешь, тяжело, А вот смотрите, что есть на греческом слове мудрость, это слово София, да, вот у нас девочка была, София, мудрость, хорошее имя, да, для родителей. Это искусство, это, смотрите, мудрость, София, что обозначает, это взял из справочника, мудрость, премудрость, умение, искусство, жить. Нравится вам такое мудрость, да, искусство, жить. Вот, то есть, это не просто жизнь, мы все живем, Но мы живем зачастую не искусством, мы живем рукоделием иногда, иногда неким промышленным шаблоном. Телевизоры у всех одинаковые, холодильники одинаковые, условно говоря, ящики и так далее, или плоские, на стенке висят. А это искусство, а искусство это нечто индивидуальное, оно может быть присуще каждому человеку. Искусство жить, я только добавлю, по воле, кого? Господа. Подойдет такое определение? Искусство жить по воле Божьей. Вот что такое мудрость. Мудрость, она дана не каждому, друзья. Имеется не то, что дана, она дана всем. То есть мудрость, она говорит, ну если вы почитаете притчу, она говорит, вот я стою у ворот на это, приходите ко мне. Не все берут ее, вот это я хотел сказать. Не то, что она не дана, она дана всем, она хочет свое излить в жизнь каждого, но не все приходят. Она говорит, я даю, я хочу, ну чего вы не берете? Ну потому что иначе мне придется радоваться, когда вы потом, у вас будут проблемы. Я говорю, я потом порадуюсь. Потому что я десятилетиями, я к вам стучалась, а вы меня не черпали, а вы не хотели. Друзья, это тоже по Писанию. Если Бог дает, а человек не берет, то он потом пожнет вот это вот свое неверие, он потом пожнет свое непонимание и нежелание. Итак, мудрость и искусство жить по воле Божьей, то есть по воле нашего Творца. И здесь звучит чисто еврейский вопрос. А что мы с этого будем иметь? Есть такой, небольшая такая смешная пастырская притча, ну некоторые ее знают, может кто-то не знают. Приходит пастор на пастырское собрание к своим братьям, такой растерянный, говорит, братья, а сегодня я видел сон, ко мне приходил Господь и сказал мне, дам тебе все, что ты хочешь. Ну и что? Ну естественно, по слову я сказал, чтобы дал мне мудрости. Ну и что ты понял? Денег надо было просить. Ну это шутка, понимаете? Друзья, это шутка, это просто пастыра иногда шутят, понимаете, над, скажем так, неверным мышлением, да? Вот, значит, потому что на самом деле немножко не так. Вот что Писание, смотрите, что Писание говорит. И в Писании оно говорит, что если мы будем любить, если будем любить мудрость, то многое будет у нас хорошего. Смотрите, притчи, 3 глава, с 13 стиха, там по 18, дадут нам сейчас, да? Блажен человек, блажен, это значит исключительно счастлив. У него все хорошо, он настолько хорошо, что он брызжет вот этим, вот этим вот хорошестью своей, понимаете? То есть он готов поделиться со всеми, ему хорошо, он блажен, который снискал мудрость. Снискал, вы чувствуете, он как бы, вот не просто вот шел, ага, вот мудрость, взял, положил карман, пошел, да? Нет, он приложил силы какую-то, да, усилия, он снискал, вот. Вот говорят, снискал славу, да? Так извините, чтобы славу снискать, потрудиться надо, или подвиг совершить, жизнью рисковать, или на олимпийских играх надо победить, да, а для этого трудиться. Так вот, мудрость, она снискивается. Вот снискал мудрость, и человек, который приобрел, приобрел, это значит заплатил временем, силами, деньгами, потому что разум надо, ну, мы будем об этом говорить немножко позже, где-то получить его надо, вот. Потому что приобретение ее, то есть мудрости, лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Ну, теперь вы поняли, что по старанию просто шутят. Вот, оказывается, мудрость, она лучше золота, потому что, что такое золото? Вот периодически находят клады, да, клад монет, там, 300 золотых монет, там, или там, тысячу золотых монет, то есть кто-то приобрел золото, положил и не взял. И через три тысячи лет нашли этот клад. Не хватило, наверное, у человека чего-то там вовремя убежать от войны, там, или еще, ну, с мудрости не хватило. Понимаете, вот зарыть он зарыл. Вот, а, поэтому, Писание говорит, лучше, мудрость, она лучше золота и серебра. Прибыли от нее больше, нежели золото. Она дороже даже драгоценных камней. Ну, я вообще не понимаю, что такое камни, что драгоценные камни, что это? Это просто искусственно надутая, как бы, это, знаете, камень взяли, огранили, он блестит. Вот, и люди платят миллионы за камни, да? Так вот, ну, считается драгоценностью. Лучше драгоценных камней. И ничто, и желаемое тобой не сравнится с нею. Вот есть, в Писании есть одно слово. Главное, что? Вот, и мы задумываемся, главное, ну да, знать Бога и так далее. Но вот для жизни, вот, Писание говорит, главное – мудрость. Мудрость. Главное вообще в жизни – мудрость. Просто единственное, когда мы вот говорим о мудрости, мы понимаем, что она связана, настоящая мудрость, она связана с Богом. Поэтому главное, реально, мудрость. Вот, если мы мудры, у нас все получится, потому что мудрость, она лучше серебра, золота, драгоценных камней. Ничто не сравнится. Вообще, ничего нет. И даже, это, там, какой-то, этот, там, форт, там, или, этот, какие там дорогие у нас машины, Каен у нас, это что такое? Порше, да. Или Порше, даже, даже новенького Порше Каен, самого навороченного, самого, руль у него такой, там, с драгоценными камнями, там, и так, даже, даже, даже больше этого. Вот. И смотрите, долгоденствие в правой руке ее, мы же хотим долгоденствие, да? Ну, чтобы все было хорошо, чтобы... Долгоденствие обозначает и здоровье, кстати. А в левой руке у нее богатство и слава. Тоже неплохо. Пути ее, пути приятные. И все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее и блаженны, которые сохранят. Ее еще и сохранить надо, не только снискать. Оказывается, еще сохранить надо. Вот. Мудрость. Потому что мудрость можно и потерять. Ну, когда, когда человек делает глупые, глупые вещи. Ну, это, читайте, экклезиас, там об этом тоже написано. В общем, если бы знаменитая тетя Соня из Одессы, кстати, знаете кто-нибудь ее адрес, да? Вот. А она услышала это, то она, то она бы сказала, вот это хохма. Ну, то есть она же торгует рыбой, да, там тоже хочет серебро, золото и так далее. Вот это мудрость, да? Что вы так жили, как хотели, да? Значит, то есть вы понимаете, то есть это, оно для нас открыто. Оно открыто. Оно, никто не спрятал это от нас. Но оно пренебрегаемое часто бывает людьми верующими. Ну, неверующими оно вообще пренебрегаемое. Вот смотрите, что я хочу сказать. Мудрость, она всегда связана с небом. Древние, они инстинктивно понимали это. Например, Аристотель говорил о мудрости, как о знании самых важных драгоценностей. Цицерон, ну, Аристотель это греческий философ, Цицерон это, ну, и оратор, и философ, можно сказать, римский, определял ее как светское и божественное знание. То есть сочетание знания, ну, мирского, условно говоря, светского, да, и божественного. Ну, они по-своему понимали божественного, но суть, они понимали, мыслители, да, что мудрость, она связана с небом. Вот мысль главная. Мудрость, она связана с небом. Они говорили, что мудрость исследует вопросы жизни и смерти Бога и человека, времени и вечности. Ну, нас, конечно, интересует Писание, да, нас интересует, что Библия говорит о мудрости. Так вот, в Библии первый раз я нашел слово мудрость, оно упомянуто в 31 главе книги «Исход» в связи с назначением Веселила из колена Иудина для создания скинии. Помните, да? И вот я назначаю Веселила и Агуляова. Бог говорит, что Он исполнил Его, есть у нас, появился сейчас, это Исход 31.3, Он исполнил Веселила Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Здесь мудрость связывается также с разумением, ведением и всяким искусством, что можно интерпретировать как знание, понимание, что делать с этими знаниями, ведение, то есть как бы углубленное всестороннее, углубленное понимание, да, и искусство, еще же сделать надо, еще же сделать надо, не просто понимать, но еще и сделать надо. Для чего они были даны Веселилу? Ответ дается ниже, чтобы Он по замыслу Божьему создал скинию, место пребывания Бога на земле и место Его встречи с людьми. Другими словами, чтобы объединить небо и землю. Вот мудрость, понимаете, мудрость, друзья, для нас мудрость, самое важное, что она дает, она дает нам вот это объединение нашей жизни, да, объединить с Богом, объединить с небом, потому что у Него ответы. Он есть дверь для нашей жизни, Он есть путь, Он есть истина и Он есть жизнь. И если мы пользуемся только частью этой мудрости, не объединяя ее, да, ну, согласитесь, что это неправильно, это не по замыслу нашего Творца. И эта же мысль об объединении, что мудрость, она объединяет, она связана с небом и объединяет небо и землю. Мы видим в Ефесянам 1, 7, 10. Здесь говорится, что Бог даровал верующим преизбыточное, более чем преизбыточную, более чем достаточную, достаточную мудрость и разумение, чтобы не поняли Его замысел о нашем мире, чтобы соединить всю небесность с земной под главой Христа. Есть ли мы? Да, тайну своей воли. Можно дальше. Вот видите, дабы все небесное с земной, благодаря, чтобы вот эта мудрость, вот она говорит, она открыта вообще, друзья, она открыта. Бог хочет, чтобы мы соединили небесное, условно говоря, небесную мудрость с нашей земной, которую мы тоже приобретаем. В Ефесянам 3, 8, 12 Павел пишет о том, что свой премудрый замысел Бог исполнил в Иисусе Христе. То есть, его, вот этот премудрый замысел, объединить небесное и земное в Иисусе Христе, Он пришел для этого, Он пришел, чтобы соединить нас. Понимаете, Он, мы, люди, они строили Вавилонскую башню, да, чтобы туда дойти до неба, там, и раздвинуть небо, и посмотреть, а что ж там Бог делает. Вот, у них ничего не получилось. Поэтому Бог, Он сам пришел, чтобы мы не строили Вавилонских башен. Понимаете, чтобы, Он говорит, вот оно небо, оно такое, я такой. Вот смотрите на Ишо, да, вот Он такой, Он позволяет вам приникнуть и понять мой замысел относительно вашей жизни. Вам необходимо быть похожим на Него, так мыслить, так чувствовать, так действовать, как Он действовал, или как Он бы действовал на вашем месте. 1 Коринфянам 1, 1, 30 От Него и вы, вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Аминь. Друзья, он, вот, вот оно, понимаете, вот у нас это есть, это наша часть. Мы так созданы, что мы способны быть похожими на Него. Это не значит, что, вот, ну, понятно же, это Иисус, Он говорит, ну, Он показал. Вы должны смотреть на тот же, на Его образ и преображаться в тот же образ от славы в славу. Это у вас получится. Итак, повторю еще раз, что истинная мудрость всегда связана, всегда связана с небом. Если наши мысли, желания, слова, поступки и дела не служат Божьему замыслу соединения небесного и земного, вот, то, то есть, если мы не, если наши, вот, решения наши, да, если наши мысли, вот, если они не соответствуют Писанию другими словами, да, вот, то это кажущаяся временная, неосновательная мудрость, названная в Писании земной, душевной, бесовской, к сожалению. Ибо нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Это притча 21, 21, 30. Ну, здесь я подхожу к вопросу, ну, а как же, откуда исходит мудрость, как, как вот это все пощупать, найти там и так далее, да. Это как тоже воспоминание, тут я его очень люблю, или притча, можно так сказать. Один скупой приходит к Богу, разговаривает и говорит, так издалека начал, Боже, а что для тебя тысяча лет? Один миг. А тысяча золотых? Один грош? Так дай мне этот грош! Подожди один миг. Ну, здесь немножко не так, друзья. Вы знаете, с Божьей мудростью немножко не так. Бог, Он не скажет нам, подождите, вам надо особо, надо. Вот знаете, вот были раньше, во времена Павла, Иоанна, да, были люди, которые говорили, мудрость, нет, друзья, вы слишком все упрощаете. Ну, там, вот Иисус опознал Иисус. Нет, должно быть по-другому, должны быть некие люди, некие действия, да, для того, чтобы познать настоящую мудрость, и она есть у избранных, понимаете? Ну, и до сих пор есть там нью-эйджи разные и так далее, которые говорят, приходите, и мы научим. Ну, церковь, они простаки, они не то. Вот у нас особое знание. Нет, друзья, у Бога, наоборот, у Бога все просто. Почему? Потому что написано, что Он есть путь, и что, да, вот, и на этом пути даже простой, даже простой без образования даже, ну, не получилось так, знаете. Вот человек дошел там до 40, до 50 лет, не получилось, вот, и он, ну, думаю, ну, а как я вот это все узнаю, вот это, вот это вот все, вот это не такие, вот, Сергей, ну, да, вот он это, он знает это, а я не узнаю. Узнаешь, дорогой, узнаешь. Почему? Если будешь идти за Богом, если будешь изучать Писание, к тебе могут открыться дары, и может, в том числе, открыться дар, я не знаю, апостольства, пастырства, учителя и так далее. Вот мой любимый учитель здесь, в Одессе, человек, которого привели в церковь, ну, он был конченый наркоман, понимаете? Сейчас он доктор теологии, представляете? Он у меня был учебным деканом, и я его, мы его любили вообще, он такой, он пастор, сейчас тоже молодежная церковь, он такой прикольный, классный такой, ну, такой он похож на нашего пастора, понимаете? Вот он такой, вот, молодой, вот, все равно классный, вот, интересный очень. А был вообще, ну, кто он был, он должен был погибнуть. А кем стал? Доктор теологии, вау, это, для меня это вообще что-то такое невообразимое, потому что я понимаю, какой труд должен был, для этого должен был. И при том, он не просто доктор такой, знаете, который иногда некоторых докторов теологии читаешь, и ты понимаешь, что он неверующий. Он много знает о Боге, пишут книги, я в институте изучал, на теологии учился. Вот, значит, и ты понимаешь, он неверующий, он не рожден свыше, но он много знает, там, о библейской археологии, там, значит, об истории, о культуре, о литературе, там, много, ну, он не верующий, но доктор теологии, ну, он на самом деле не знает Бога. Так вот, Бог, он каждому, друзья, и простому, и с образованием, и профессору, и доценту, и среди нас тоже, друзья, есть доцент, сейчас он находится среди нас, это доцент-женщина, вот она, майор полиции, слава Богу за нее. Вот, значит, Анечка, это про тебя. Потом. А к нам, сейчас он в Господе, к нам ходил профессор, он там, ему 93 года, по-моему, он ушел в Господу, он был тоже доктор наук, профессор. Господа любят, друзья, Бог открывается всем, Бог открывается всем, и доцентам, и профессорам, и простым, и для всех у него есть своя мудрость. Я вас познакомлю, Анечка, видишь, уже должны, люди хотят с тобой познакомиться. Ну, не будем ее смущать, не надо, сейчас не надо, да. Итак, друзья, откуда же исходит мудрость, откуда исходит мудрость, и где место разума? Бог знает пути ее, это Иова, у Иова. Бог знает пути ее, это Иова, 28 глава. И он ведает место ее, и сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость, и удаление от зла разум. Бог, у Бога она мудрость, понимаете, то есть не может быть, нет мудрости, нет разума, и нет совета вопреки Господу. Здесь мы встречаемся с еще одной категорией, связанной с мудростью, это разум, с иврита Бина, это разумение, понимание. То есть мы говорили, что есть, ну, первичное основание мудрости, это больше связано с умом и со знаниями, ну, с единицами, да, то есть ум, у нас каждому из нас дан, каждому свой ум, то есть это мыслительный аппарат определенного качества. Кому-то дан для того, чтобы быть профессором, а кому-то дан для того, чтобы просто хорошо ремонтировать автомобили. И это классно, что у нас есть и то, и другое. Я как водителя хочу сказать, что я многое не понимаю. А потом смотришь, человек джин-джинь так раз, пощупал, постучал, и он все понимает, ну, говорит, у вас вот это вот. Боже, откуда он знает, понимаете? От Бога, у него знание, вернее, понимание, у него профессия, она от Бога. И получает не меньше, чем профессор, а то и больше, понимаете, не менее счастлив. У всех один род, да, там, и так далее. То есть больше, чем можешь, ты не съешь. Вот, поэтому человек может быть счастлив и будучи в больших высотах президентом, да, и будучи просто человеком. Я хочу открыть вам определенную тайну. Чем меньше ответственности, тем спокойнее живешь. Что президенту, сколько у президента ответственности, да? Потому что многие хотят, я хочу быть богатым, я там вот то сделаю, вот то. Я вам хочу сказать, друзья, станете богатыми, перестанете спать. Я видел молодого одного человека, он, у него до сих пор магазины здесь, вернее, не видел, я слышал о нем. Значит, мой товарищ его консультировал по бизнесу. Он говорит, ему там 34 или 36 лет, он говорит, вообще, у него сердце никакое, желудок никакой. Он продавал и продает, ну, всякую обувь такую, высокого класса до сих пор. Так вот, он был никакой, потому что у него крадут, там, что-то горит, что-то, у него несколько магазинов было, такая забота. Вот, поэтому оно такое дело, знаете, богатство, оно весьма относительно. Я думаю, что лучше быть айтишником. Вот у меня такое мнение. Да, да, ладно. Вот честно говорю, слышишь, зарабатывают как предприниматели, умные, понимаете. В тепле все их любят, они всем нужны. Классная профессия. Вот в мое время не было, я не додумывался, у нас не было такого, понимаете. У нас были эти, были в детстве эти счеты, мы учились на счетах. Итак, мы встречаемся здесь с одной категорией, связанной с мудростью, с разумом, с Эврита Бина. Вот смотрите, притча 14, 33. Мудрость почеет в сердце разумного и среди глупых даст знать о себе. То есть мы видим, что для мудрости человек должен иметь некую почву, да? То есть мудрость, она как бы ложится на разумность. То есть, как бы, есть ум, ну, он безотносителен вообще к морали, там, он просто ум, он счетная машинка, да? Способность ее, там, у каждого своя счетная машинка, или свой компьютер. Вот, есть разумность или разум, и есть мудрость. Я как бы, вот, это, это и в еврейской, как бы, мышлении, допустим, когда они размышляют о мудрости, они, как бы, вот эти вот три, три категории мудрости, они различают. Все, как бы, как вам сказать, все ценно, для мудрости все ценно. Ценен и ум, но он не играет решающие роли, потому что мы же говорили, и для простого мудрость доступна, да? Есть разум или разумение, и есть, как бы, мудрость. Ну, там есть нюансы, мы об этом будем говорить. Так вот, мудрость, она должна ложиться на некое разумение, на некую, на некую уже почву подготовленную. Потому что без этой почвы мудрость не получится в мудрости. Начало мудрости, вот теперь смотрим, ответы. А что ж такое, что ж такое почва какая? Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех, исполняющий заповедь, заповеди его. Вот она почва, друзья. Почва для мудрости. Страх Господень и исполнение заповедей. Все услышали? Друзья, те, кто не имеют страха Божьего, да? Ну, это видно по их жизни, значит, и те, кто не исполняет заповеди, они не могут быть мудрыми в понимании Божьем. Они обо что-то, обо что-то, да, споткнутся. Итак, мы делаем вывод, что, вот я вам только что зачитал, смотрите, начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех. Разум верный, то есть почва, да? Вот почва, вот эта почва, разум, он может быть верным, ну, там в переводе хорошим. А если хорошим, может быть плохим? Нет, разум верный у всех, которые имеют страх Господень, вернее, которые исполняют заповеди. А которые не исполняют у них разум какой? Привратный, ну, нехороший, условно говоря, ну, не та почва, не та почва для мудрости, скажем, вот так вот. Вы знаете, ну, разум – это способность производить новые знания. Если ум, он дает дефиниции, первичное знание, да, ну, например, напряжение, оно, ну, какое, оно может нести опасность, да? Ну, имеется в виду, или ток, ток, не напряжение, может ударить, ну, током, ударить током, да? Вот, это первичное, первичное знание. А уже, допустим, разум, он говорит так, если, значит, если оно опасно, значит, я сделаю все для того, чтобы, первое, самому туда, я не буду туда лезть. Не буду пробовать даже. Потому что, ну, так, может быть, шарахнуть, понимаете, что там волосы дыбом станут, и вообще-то у меня ничего не останется. Вот. Значит, я сделаю, более того, я сделаю, я сделаю так, чтобы этим, ну, чтобы и дети туда у меня ножницы не вставляли. Знаете, есть такие розеточки там с этими, с защитой. Это уже разумный подход. Я не буду дальше продолжать там до мудрости. Ну, до мудрости, я думаю, это уже я буду покупать, понимая, что это, что напряжение, оно дорого стоит еще. Я буду покупать, как бы, вещи, которые там самые, там, эти, ну, энергосберегающие там и так далее, да? Так вот, сама разум, даже неверный разум, друзья, он может приносить людям видимый успех. Ну, согласитесь, правильно? Вот, ну, вот знаешь, что есть люди вот разумные. Вот недавно рассказывал со своей знакомой продавщицей, она мне рассказывала о своей дочке, ну, 50-летняя девочка. Она показывала ее рисунки, совершенно философские классные рисунки. Она говорила о ее высказываниях. И я сказал, разумное дитя. Ну, вот, я просто, она у меня вырвалась, вот, она говорит такие вещи, знаете, вот, как от Бога, как будто принимает, хотя Бога не знает. Я говорю, разумное дитя. Разум, он может быть у людей и неверующих, то есть нормально, он может быть покруче, покруче, ну, в бытовом плане. Да, он, он, Бога не знает, но он, он может принести видимый мирской успех. Но все равно человек насчет это споткнется. Почему? Так говорит Писание. Путь праведника, как светило лучезарное, оно светлеет все более и более до полного чего? Дня. Не так путь нечестивца, ну, то есть путь, который не живет по Писанию. Он не знает, обо что споткнется. Понимаете о чем? Ну, на практике рассказываю. Ко мне, у меня работала как-то девочка много лет назад. Вот она говорит, представляете, Сергей Михайлович, моя подруга, она, говорит, достигла, ну, всего, она, говорит, глыба умом, да? Она в крупном системном банке начальник отдела. То есть она в центральном банке, не в отделении, а в центральном банке она начальник отдела. Ну, это величина. По тем временам банковские работники, они очень круто ценились. Говорит, ты представляете, она, первое, живет с молодым человеком, ну, условно говоря, в Блуде она живет, да? Вот. И она решила взять заем и купить ему машину. Ну, 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 понимаете, да? Вот, понимаете, вот человек, где притыкается, вот, у них, ну, первое, во-первых, она нарушила заповедь Божью, да? А во-вторых, уже, раз она нарушила одно, оно уже потянет и другое, понимаете? Потому что это, так работает грех, друзья, он так работает. Вот человек может быть умным, он профессором, он может быть там вообще, там, он кандидат, там, весь там это. Но они же смотрите там, или там вот вообще там смотришь иногда, там по 10 раз женаты, там это. И потом смотришь, они в старости вот эти все великие живут там, с ума сходят. Я вот читаю, я просто делу даю, люди, которых я знаю, они никакие, жизнь у них никакая. Она не какая-то, знаете, вот, ну, вообще ужас просто. Мне там одну, одну очень умную женщину, она и актриса там и так далее, ее в психушку сдали, понимаете? Видимо, она просто, видимо, сошла от одиночества и так далее. Разум неверный, понимаете? Важно иметь верный разум. Верный разум, друзья, это хорошая почва для мудрости. И это уже писание, вот, оно иногда называет мудрость разум, ну, то есть мудрость, она уже разум, да? Вот, и она же разум. То есть, и ты трудно отличить. Я отличаю это так, смотрите, вот, и так мы смотрим, мудрость, да, из трех отделов. Ум, да, значит, мыслительный аппарат, знание, все нужно, все нужно приобретать знание. Дальше идет разум. Разум может быть мирской в начальной части, да, а в конечной части он может быть доброй почвой для мудрости и уже самой мудрости. А дальше уже идет, что, сама мудрость, искусство жить, да, то есть искусство в каждой ситуации находить, в каждой ситуации находить правильные решения, да, в каждой ситуации, и притом основанное, основанное на Писании. Итак, что мы видим? Мы видим, что все Писание пропитано мыслью. Я уже завершаю, друзья, можно уже, наверное, нашему прославлению. Мы видим, что все Писание проникнуто мыслью, что если мы говорим о библейской мудрости, то она связана только с волей Божьей для жизни человека. И квинтиссенция Божьей мудрости для нас кроется, смотрите, в нескольких словах Писания. Вот, если вот ее сгруппировать, да, три места Писания я вам сейчас зачитаю, может быть, увидим, это Иеремия 9, 23-24. Так говорит Господь, да не хвалится мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатым богатством своим, но хвалящийся хвалить тем, что разумеет и знает меня. Вот, это первое для мудрости, если человек вот этого, не хвалится вот этим, что он хоть как-то он знает бога, да, то есть имеется, у него уже есть понимание, познание, он встал на этот путь, он понимает, что его знания и понимания, и познания еще не велики, но он идет уже по этому пути, и он не останавливается, потому что если остановился, то уже упал. То это, это, это уже, это уже мудрость. Второзаконие 4, 5, 6. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы владеть ею. Итак, храните и исполняйте их, имеется ввиду постановления, заповеди Божьи, да, вот, ну, давайте, чтобы запомнить это, ну, десятисловие, да, вот, десять заповедей. Ну, и потом все, что из них пристекает, но вообще, по большому счету, раввинистическое, значит, иудаизм, он насчитывает 613 заповедей, а, скажем так, я читал об одном исследователе, он насчитал христианских заповедей 1054. Так что в два раза больше, понимаете, так что не думайте, что просто две заповеди знать и все, для того, чтобы знать и исполнять эти заповеди, надо понимать все остальное, понимаете, и вы понимаете, что это путь какой, большой путь, друзья. Ну, написано, не заблудитесь на нем. И, смотрите, итак, храните и исполняйте их, эти заповеди, ибо в этом мудрость ваша, и разум ваш, видите, и мудрость, и разум ваш, пред глазами народов, которые, услышав о всех-всех постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. И последнее. Псалом 1.1.3. Блажен, мы уже говорили, что такое блажен, муж и жена тоже, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его он размышляет день и ночь. Он будет, как дерево посажено при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Получится, друзья. Вот какого человека получится. Если не получается, если постоянно шишки, вот возьми вот эти три места, поразмышляй над ними. Размышлять над ними надо постоянно. Почему у меня не получается? Ну, благая вещь, друзья, какая для нас здесь? У тебя получится. Ну, у Бога всегда на это получится «если». Запятая «если». Если будешь в законе Господа воля Твоя, если будешь размышлять, познавать. Вот зачем Тора нужно, вот зачем я здесь стою, друзья? Только для того, чтобы мы поняли вот это, чтобы мы обратили внимание. Поверьте мне, друзья, когда сталкиваешься с проблемами в семье, когда сталкиваешься с проблемами у людей на работе, или не хватает финансов, или еще что-то. Мудрости не хватает, Божьей мудрости. И ты понимаешь, не исполняют заповеди, не вникают, не изучают, не находятся в них постоянно. Бог все открыл. Друзья, Он все открыл, Он все дал. Ешо, Он все дал для того, чтобы у нас получилось. Смотрите, у Бога, у Нем мечта была. У Бога была мечта, ну, она есть до сих пор, потому что не все еще сделано. Вот смотрите. Это мечта у Бога о своем народе. Еремия 31, 33. Вот завет, который я заключу с Домом Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим человеком. Вложить вот эти постановления, да, законы его в наши сердца, чтобы написать, чтобы мы были успешны, чтобы у нас получилось. Он мечтает, а, Ешо, он говорит, вы не думайте, что я пришел вот это отменить. Я пришел что? Исполнить. Что значит исполнить? Дать силы, научить, показать, как на практике это все делается, для того, чтобы у вас все получилось. Чтобы вы были счастливы в Боге. Чтобы у вас все состоялось. Ваше, ну, вот, как бы, познание Бога. Это же тоже надо мудрость для этого, чтобы правильно познавать. Иногда люди такое о Боге говорят, понимаете, и познают не того Бога, так называемых Богу, хотя называют его теми же именами. Бывает, когда, значит, не хотят просто, знают, верующие люди, но не хотят исполнять. Ну, ты говоришь, ну, написано, почему ты вот это не делаешь по отношению к твоему мужу? Почему ты это не делаешь? Ну, женщина буйная, она как будто не это, не слышит и не знает. Сейчас это, друзья, это сейчас вообще связано вот с семьей, разорванной, знаете, вот эти отношения. И ты понимаешь, что неправильно это, как будто бы ты не читаешь Писание. Ну, я не только о женщинах, мужчины тоже не все хотят быть священниками. В общем, вот оно где, вот, друзья, сердцевина нашей жизни, нашего успеха. Господь, Господь, знать его, исполнять его заповедь, постоянно находиться в нем. Аминь. Ну, давайте помолимся, потому что я убедился, что без молитвы, друзья, очень трудно это все. Потому что это... Бог, наш Отец, славим Тебя, благословляем имя Твое, благодарим Тебя, благодарим за Твое присутствие в нашей жизни, за то, что Ты нашел нас и прилег к себе, и дал нам жизнь, эту жизнь с избытком, которая есть в Ешоа, Боже. И мы можем, Господь, идти в Тебе, потому что Ты, Ешоа, есть путь, истина, жизнь. Приобретать, Боже, идти этим путем, познавать эту истину, о которой мы только что с Тобой говорили, друг с другом говорили, Боже, и приобретать эту жизнь, ту жизнь, Боже, которую Ты даешь, настоящую, истинную, Боже, Господь, которая, Господь, она чиста, Боже, Господь, она свята, она сильна в Тебе, ту жизнь, в которой мы черпаем Твою любовь, Боже, Твою силу с небес, Боже, потому что Ты даешь это все любящим Тебя, любящим Твое Слово, имеющим страх, Боже, следующим по Твоему пути, исполняющим Твои заповеди, любящий, прекрасный Бог наш, Царь наш, Отец наш, Друг наш, жизнь наша, Тебе воздаем честь, Тебе воздаем славу, Тебе воздаем хвалу, благослови нас, наполни нас, Боже, и помоги нам, Боже, чтобы мы были хорошими.